МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студия Думска ТВ. Продолжаем работу в прямом эфире. Прямо сейчас говорим о новинках науки и технологий. Также обсудим презентацию сайта Мэри. С этого, собственно, начнём. Пётр Обухов, IT-специалист у нас в студии. Петя, приветствуем тебя. Добрый день. Пётр, здравствуй. Итак, презентация нового сайта Мэри. Да. Значит, у нас был принят два года назад закон Верховной Рады об электронных петициях, который обязывал в течение полугода все местные органы власти завести себе сайты, на которых граждане могли бы обращаться с петициями к, собственно, к ним, к городсовету, к Мэри. И вот спустя два года этот сайт запустили в Мэри. Ну, сайт ещё не запустили. Он запустится 24 апреля. И даже просмотреть его, вот мы видим на скринах, что это невозможно. Я нашёл способ, как это обойти. Я не сомневалась. Есть такой плагин Adblock, который блокирует рекламу. И вот я указал ему, что вот это вот объявление, что это реклама. Оно его убрало и всё хорошо. И что он рассказывает. Значит, там три новые функции. Первая — это онлайн-петиции, то, о чём я говорил. Значит, в 1688 году в британском парламенте ввели механизм петиции. Это когда граждане могут собрать подписи под каким-то обращением к парламентариям. И парламентарии обязаны это обращение рассмотреть на своём заседании. И это был один из механизмов, который повлиял на демократию. Вот мы сейчас показываем, Петя, этот сайт, как это выглядит. Да, этот механизм повлиял на то, ну вообще на всё общество британское. Я читаю сейчас книжку, называется «Почему одни страны богатые, другие бедные». И вот там говорится о том, что нужно, чтобы общество было инклюзивным. То есть, чтобы как можно большее число граждан было вовлечено в процессы управления. То есть, когда есть какая-то одна властная верхушка небольшая, которая как диктаторы, то обычно такие страны бедные. Так вот, я к чему. Наконец-то у нас спустя 320 лет после Британии запустили эти петиции в Одессе. Теперь мы будем богатые. Ну, я надеюсь. Ну, вопрос на самом деле в том, он сейчас политический абсолютно. Я понимаю, что у нас в стране не диктатура, хотя, возможно, кто-то со мной поспорит. Тем не менее, нужно констатировать, что сегодня уровень доверия к власти, ну, если не нулю равняется, то совсем чуть-чуть больше. Чуть больше. Это позволит как-то наладить этот процесс коммуникации? Хотя бы на местном уровне. Я думаю, как раз на местном уровне он и может дать эффект. Смотри, президентские же петиции работают отлично, которые обращены. Ну, так сказать, там на самом деле большой порог. В президентских петициях 25 тысяч подписей нужно собрать. И я, честно говоря, уже не слышал как минимум год, чтобы кто-то собирал такое число подписей. Это непросто. На местном уровне для города с таким населением, как у Одессы, законом остановлен лимит 1 тысяча голосов. Ну, это 0,1% нашего населения. Я надеюсь, что наберется пару тысяч активных граждан в Одессе, которые будут участвовать в этих голосованиях и будут эти петиции проходить. Там такая система авторизации довольно, ну, не то чтобы сложная, но защищенная. То есть там нельзя просто так зайти на сайт и проголосовать. Нужно либо закачать свой паспорт. Даже так. Да, но чтобы удостоверить, чтобы не было накруток. На самом деле это правильно. Если бы я делал этот сайт, я бы тоже так делал. Не, ну ты же понимаешь, что потом по этому списку можно отследить поименно, кто там, чем недоволен. Ну, отлично. Ну, так это будет опубликовано. На сайте президента публикуются все списки недовольных. Петр, ты сказал, что смог обойти эту блокировку. Ну, это блокировка, это легкая. Ну, понятное дело. Как вообще по восприятию и по пользованию обычному обывателю? Как легко, удобно? Либо есть какие-то свои... Ну, вот самое сложное – это авторизоваться. Чтобы вот... А в чем сложность? Ну, я говорю, или паспорт прислать. Или что еще? Или банк-ID-карточка, приватбанковская. И, по-моему, там OTP-банк. Или электронно-цифровая подпись. Ну, я, честно говоря, подозреваю, что у большинства наших граждан нет электронно-цифровой подписи. Хотя приватбанк раздает ее бесплатно. Да и карточки не у всех есть тоже, Петя. Ну, карточки, я думаю, есть у большего числа людей. Особенно приватбанковские. Даже у меня есть. Ну, не будет ли это таким порогом для людей, сомневающихся, не сливать данные свои личные? Ну, это очень странная позиция. Я очень много лет наблюдаю. Решите нашу проблему. А кто вы? Ой, нет, я вам не скажу, кто я. Не-не-не-не-не-не. Решите просто так, анонимно. Ну, так это не работает. Есть какая-то реальная опасность? Я думаю, что нет. Того, что эти данные потом будут где-то использованы? Я никогда в жизни не видел таких проблем. Как сайт в пользовании? То есть авторизация? Там дальше процесс полностью аналогичный с сайтом президента. Тоже подача текста петиции. Можно приложить картинку, в отличие от сайта президента. Идет забор подписей. 90 дней он длится. Дается на это, чтобы собрать тысячу подписей. Если не собрано тысячу подписей, то тогда ответ дает какое-то там профильное управление мэрии. Если собрано, то это все идет к мэру, и уже мэр обязан публично отреагировать. Ну, это на самом деле хорошо, потому что к представителям средств массовой информации Геннадий Труханов выходит не часто, скажем прямо редко. Да, но вот к нам в студию мы зовем исправно, не ходит. Да. Так будет хоть какой-то процесс коммуникации. Ну, да, соберете тысячу подписей. Соберем. Требуем от мэра дать интервью. Требуем к нам в студию. Я так понял, там 10 дней. 90. 90 дней. То есть тысяча подписей, 90 дней. И после этого уже какой-то чиновник, определенный, да? Мэр. Мэр. Именно мэр. Конкретно мэр, да. Конкретно мэр. А если меньше тысячи, то... А если меньше тысячи, то какой-то чиновник. Ну, на самом деле, вот, например, вчера... Нет, сегодня был митинг против нового проекта регонструкции лонжерона. Вот этого с паркингами. Ну, это тема, что будут качать и качать. Есть что? Да, но так вот люди, они собрались с митингом. Я там проходил сегодня, и было, ну, человек 10. А так они могут начать собирать подписи и показать городским властям, что на самом деле их не 10, а 10 тысяч, например. Ну, или наоборот. Окажется, что их на самом деле 10, это никому на самом деле не страшно. Вот этот механизм позволит это узнать наверняка. Ну, усложнит, наверное, работу все-таки мэрии. Потому что придется реагировать. Ну, надо. Таков закон принят. Он уже два года назад принят. Они должны были это запустить год назад. Я не оговорился, когда говорил, что... А в чем заминка, по твоему мнению? Ну, я так понимаю, у них были технические проблемы. Они этот сайт очень долго делали. Вторая функция, которая там есть, более интересная. В этом году в бюджете города предусмотрено 100 миллионов гривен на так называемый общественный бюджет, общественные проекты. Вот на этом сайте есть срок, 45 дней, вот с момента старта. Любой одессит или любая общественная организация, или любое, ну, юридическое лицо могут подать свой проект, на что потратить деньги. До 5 миллионов гривен. Все, что угодно в рамках полномочий мэрии. То есть дорога, светофоры, там, парки, велодорожки, медицинские учреждения. Все, что угодно. Освещение. Там есть список тем. Люди могут предлагать. Потом специальная комиссия из 15 человек отбирает эти проекты, ну, просто оценивает их адекватность. Могут ли они, в принципе, быть реализованы или нет. Один из этих 15 людей – это я. Правда, поздравляю. Дальше интернет-голосование. Опять же, вот такими авторизированными пользователями. То есть или паспорт, или банка ЭДИ, или электронная цифровая подпись. И победившие проекты, на победившие проекты мэрия выделяет деньги и реализовывает их. Но деньги – это какая-то вот эта сумма в 5 миллионов стабильная? 100 миллионов гривен. То есть это городской бюджет? Да, это городской бюджет. Но на каждый отдельный проект не больше 5 миллионов гривен. То есть каждый может подать свой какой-то проект, да? И 5 миллионов определенных... Там нужно заполнить формочку. Там самое сложное, например, я сходу не готов был бы, нужно сделать оценку реализации, какие-то такие технические детали. Но мэрия пообещала, что они будут помогать. Ты бы какой предлагал проект от себя? Велодорожки? Ну, например, велодорожки. Кстати, и петиции тоже можно подать насчет велодорожек. Например, я вот видел в Европе и, кстати, во Львове над зебрами, над пешеходными переходами ставят мощные такие светодиодные фонари. И ночью, когда человек переходит в зебру, его хорошо видно. Вот нам в Одессе такого не хватает. Мы вчера говорили о том, что у нас и покрытие дорог, и сами зебры стираются уже через 2-3 месяца, не говоря уже про то, что... Но фонарь как раз не сотрется через 2 месяца. Насчет того, что говорит Петр, во время избирательной кампании местные советы, один из депутатов горсовета, сейчас не буду для рекламы называть его имя, установил один такой светодиодный, но это где-то на Слободке. Красный? Да, да, вот. И все. То есть один был установлен во время избирательной кампании, депутат пообещал, что он будет устанавливать по округу еще эти лампы, и на этом все закончил. Ну, абсолютно очевидно, что это нужно поставить много. Более того, было бы вообще классно взять данные у нашего полиции дорожной, как она сейчас называется, где чаще всего происходит ДТП, и выяснить эти места, и именно в них в первую очередь поставить такие фонари. Ну, вот таких проектов много, там, например, они на сайте скейт-парк, или там закупка каких-то медицинских приборов. В общем, сайт citizen.ua, через звуку Z, как гражданин по-английски, называется социально активный гражданин, я всем рекомендую зайти... То есть это два разных сайта, здесь нельзя будет предлагать эти проекты? Это три функции. Ой. Три функции. Это петиции, вот эти общественные проекты, и третье, я не совсем понял этот проект, это просто публичное обсуждение. Они хотят провести общественное обсуждение в электронной форме. То есть пишешь какие-то комментарии? Ну да, это форум, да, определенные формы. Ну, не совсем. Вот у нас, я так понимаю, на самом деле этот механизм может использоваться для манипуляций. У нас есть по закону некоторые вещи, по которым обязаны проходить общественные слушания. Ну, вот, например, яркий пример, когда Саакашвили переименовал проспект Маршала Жукова в проспект Небесной сотни, мэрия хотела переименовать его опять, но у нас нельзя переименовать без проведения общественных слушаний. И вот они попытались их провести, туда пришли правые, крайне правые люди и сорвали. И дважды это происходило. Ну, вообще, очень много таких социальных вопросов, где нужно слушать. Так вот, они хотят их проводить в электронном виде, на сайте. Тут уже не придешь и не сорвешь. Ну, класс же. А еще, например, это может касаться застройки. Но тут палка о двух концах. С одной стороны, ты не сорвешь, но с другой стороны, ты можешь собрать всех своих друзей по Фейсбуку и они придут и проголосуют против какого-то неправильного проекта. В общем, я считаю, что это здорово. Да, я поддерживаю абсолютно. Есть будущее, да, у таких сайтов? Ну... Как быстро удастся вот эту аудиторию привлекать? Я думал, вообще, я еще перед выборами 2010 года думал о том, что такой проект должен быть. И очень приятно, что буквально спустя 8 лет кто-то его реализовал. Ну, не без тебя, я так понимаю. Нет, нет, я к этому отношения не имею. Меня просто позвали, там у них эта комиссия состоит из 15 человек, 5 депутатов, 5 чиновников мэрии, 5 от общественности. Вот меня позвали быть одним от общественности. Интересно, а сколько времени они создавали его? И почему так поздно? Я очень долго. Ну, они должны были его запустить, по-моему, в феврале прошлого года, по крайней мере, петиции. Ну, знаете, когда программист вам дает какое-то обещание по срокам, его нужно умножать на 3. Ну, на самом деле, хорошая новость для небезразличных одесситов, для тех, кто интересуется тем, что происходит в городе. У нас действительно очень много таких людей. Не успели, Петя, поговорить о новинках IT. Все страшно. Поговорим в следующий раз. Ждем тебя всегда. Петр Обухов, IT-специалист. Говорили о презентации сайта мэрии. Передаем слово Али Есина. Она ознакомит вас с последними новостями к этому часу. Позже вернемся мы и поговорим о судьбе Воронцовской колоннады. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова